Аллочка, привет! Итак, сегодня я показываю, как работает мой маленький фуд-процессор. У меня их два. Этот фуд-процессор, который я сегодня буду демонстрировать, он работает у меня как нарезка для салата, натирка для салата. Там есть тёрка внутри, сейчас я всё буду показывать. Ставим камеру ближе. И так, вот наш фуд-процессор. И вот у нас вот такая вот штука. Смотри, это тёрка. Значит, вот на вот эту тёрочку, вот такую вот, мы её называли всегда буряковая, мы натираем морковку, свеклу, салаты. Всё, что я кладу в салат твёрдое. И сегодня я буду показывать, как я делаю такой салат, натирается на эту тёрку. Если я хочу нашинковать капусту, я её просто переворачиваю. И здесь вот такая вот острая шинковочка. И это идеально шинкует капусту. То есть, на борщ натирается, например, свекла и морковка на вот эту тёрку. Потом я её просто переворачиваю и заталкиваю капусту, и капуста шинкуется. Также есть там вот такой вот ножик, называется С. Потому что он как буква С. И вот этот S-knife, он у меня идёт, когда мне нужно что-то мелко измельчить в пюре. Или, например, поскольку я здесь мясо не делаю в этом фрукт-процессоре, не измельчаю ни мясо, ни рыбу. У меня точно такой же, но второй для мяса и для рыбы. А здесь я делаю овощи, фрукты и, например, творог. Когда мне нужно спечь творожную запеканку, бабку творожную, то я бросаю туда творог, сахар, кефирчик, что-нибудь ещё, что я туда добавляю. И взбиваю вот на этом ноже. Вот этот нож. И, кстати говоря, если я делаю печёночный паштет, потому что на втором фрукт-процессоре я измельчаю сырое мясо, не варёное, а сырое. А здесь или салаты, или варёное. Например, варёное мясо мне надо измельчить, или я делаю печёночный паштет. То варёное готовое печёнка и жареный лук у меня идут сюда. И я ставлю вот этот нож, накрываю крышечкой. И запускаю вот так вот. И вот эта толкушечка тут я просто придерживаю. То, что она там заталкивала что-то, она просто придерживает, когда там что-то измельчается. Сегодня я буду делать салат. Поэтому я эту штучку достаю оттуда, она мне там не нужна. И я кладу вот на эту сторону. Вот эту тюрку. Она просто вот так вот стаивается там. Всё. Теперь я закрываю эту штучку. Она должна зайти в такой вот пазик есть небольшой. Он туда раз, защелкивается, клык. И всё. И начинаю туда запускать овощи, чтобы они измельчились. Итак, из чего я буду сегодня делать салат. У меня есть вот такая вот репочка. Я уже начала её чистить. Это турнипс. Две морковки. Несколько палочек селари. Я её сейчас всё буду чистить. Морковку буду чистить, естественно. У меня ещё есть две турнипс. Есть радикиа. Радикиа. У меня их три штучки. И у меня есть штук, наверное, 8 или 9 вот таких вот красных редисочек. И я уже нарезала и почистила одно зелёное кислое яблоко. Сегодня вот такой вот салат. Значит, что из этого я буду бросать в фуд-процессор? Далеко не всё. Естественно, я не буду бросать радикиа, потому что... Да, и ещё будет с моего огорода зелёный лук. Вот я его уже собрала. Он такой тоненький. Наш зелёный лучок прекрасный. Значит, естественно, зелёный лук, селари и радикиа, конечно. И я ещё добавлю туда сладкий лук тоже. Радикиа, естественно, это я не буду пропускать через фуд-процессор. Это очень быстро всё нарежется ножиком. Но такие вещи, как турнипс, как редиска я хочу натереть, морковку я хочу натереть и яблоки я хочу натереть. Поэтому это всё пойдёт туда натирку. Сейчас я всё почищу и покажу, как это всё выглядит уже в почищенном виде. Вот подготовлены овощи. Значит, вот эти овощи я для удобства турнипс разрезала ещё на несколько частей, пополам-пополам, ну как бы на 4 части. Морковку просто нарезала меньшими кусочками, не резала совершенно редиску. Она как есть, так есть. Когда у меня есть огурец, я добавляю огурец. Сегодня огурца нет. Вот эти овощи пойдут в фуд-процессор сейчас. А вот эти овощи, в которых лежит селери, собственно, что я сделала селери, я просто пилором, такой экономочкой чуть-чуть их почистила. И вот этот вот NDV или чикорий, цикорий зелёненький, он будет просто нарезан, это будет просто нарезано. Лук зелёный и сладкий тоже будет нарезан. Всё. А это всё мы сейчас будем пропускать через фуд-процессор. Итак, я его запускаю. Что у нас получилось? Вот я полностью натерла все эти овощи. Вот так они выглядят в натертом виде. Сейчас я их отсюда переложу в миску, нарежу туда оставшиеся овощи, которые натирать не нужно. И покажу, как этот салат выглядит. Фуд-процессор я помыла. Вот все частички. Вот у нас чашка. Мы её ставим сюда. Так вот она раз, защёлкивается. Теперь мы ставим этот S-ноаж. Всё чисто помыто и вытерто до суха. Мы ставим теперь этот нож. Тёрка. Просто раз и ставится. Мы теперь ставим эту крышку. Там такая вытянка. Она заходит в паз, щёлкает. Всё встала. И мы ставим вот эту штучку. Всё. Фуд-процессор у нас собран. И он идёт в свой гаражик. Я туда просто вставляю шнур. У него ещё это старое поколение. Видите, он маленький. Он совершенно маленький. Он очень удобный. Он компактный. И его очень легко поставить куда угодно. Но вместе с тем он достаточно вместительный. Вот-вот процессор. Дальше заканчиваем салат. Вот такой получился цветной, красивый и очень-очень сочный салат. Всё в нём есть. А самое главное, в нём нету лектинов. Вот я стараюсь сейчас сидеть на безлектиновой диете. Уже вижу неплохие результаты её. Поэтому этот салат, это как раз то, что надо. Я его буду заправлять только уже в тарелке. Так он будет в холодильнике стоять вот такой, сухой. И он не будет портиться несколько дней. И будет прекрасно стоять. По желанию можно в него добавить всё, что угодно. Но, как я уже сказала, моя цель, чтобы там не было лектинов. Поэтому в этом салате все самые-самые полезные и здоровые овощи.